Дагестан 72-й, зато Махачкала попала в десятку, о чем речь узнаем через минуту. Здесь яйца дешевле. В Махачкале в эти дни проходит масштабная предновогодняя республиканская ярмарка. Десятки акций и миллионы сборов. И все это ради помощи нуждающимся и пострадавшим. В Махачкалинском отделении фонда «Инсан» подвели итоги работы за 2023 год. Дагестан Битву в Донбайе выиграл Дагестан. Наши спортсмены показали лучший результат на всероссийском турнире по грепплингу и панкратиону. Дагестан на 72-й позиции по итоговому рейтингу среди регионов страны. Результаты исследований уходящего года подготовили эксперты агентства «Риарейтинг». При выявлении конечной оценки учитывалось среднее арифметическое число баллов, которые получали субъекты в уходящем году по различным показателям. В том числе по качеству жизни, социально-экономическому развитию и материальному благополучию населения. Зато Махачкала вошла в топ-10 направлений для новогоднего отдыха у жителей Москвы. Больше всего авиаперелетов из Белокаменной в новогодние праздники запланировано по России. Свыше 81%, в числе которых и столица Дагестана. Об этом сообщает сервис путешествий Туту. В топ-5 самых популярных авиамаршрутов на зимние выходные попали также Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Мурманск. И к другим темам. В Махачкале в эти дни проходит масштабная предновогодняя республиканская сельскохозяйственная ярмарка. У горожан и гостей столицы есть возможность приобрести качественную продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. Аграрии из разных районов Дагестана представили широкий ассортимент своих товаров. Однако наибольшим спросом у посетителей пользуются мясо, молочная продукция и куриные яйца. В преддверии Нового года своеобразный отчет, как заканчиваем. А год наши аграрии, надо отметить, завершают очень удачно. Достаточно сказать, что индекс производства продукции сельского хозяйства будет больше 5%. В прошлом году было 2,5%. А конечно, венцом всего этого настроения, вот плов на тысячи человек, чай на всех, кто посещает это мероприятие, чтобы настроение было по-настоящему праздничное. Министерство сельского хозяйства и продовольствия как раз ориентируется, настроено, чтобы был настоящий праздник как для аграрии, так и для жителей. Сама торговая площадка ярмарки развернута на улице Пушкина и продолжит свою работу вплоть до 29 декабря. Накануне в здании Муфтията Дагестана состоялась встреча духовного лидера республики шейха Ахмада Афанди с делегацией из Кизлярского района, в которую вошли религиозные и общественные деятели, активисты и аксакалы. Они рассказали о мероприятиях, которые проводятся в муниципалитете. Это и благотворительность, и распространение газеты «Ас-Салам», и, конечно же, просветительские беседы в мечетях, учебных заведениях и различных организациях. Шейх поблагодарил гостей за работу на местах и сделал ряд ценных наставлений на будущее. Насчет разделения я полностью поддерживаю под арикадским принципом. Вот этот арикадский человек, вот это нет арикадский человек, вот это разделить нельзя. Внутри арикаду тоже есть разделение. Опять-таки человек для себя выбрал кого-то наставником, кого-то устазом, шейхом. Пусть выбирают. Это его выбор. Но в одном выступлении наш известный наставник говорил, «На столе, говорит, бывает еда разных вкусов, кислый, сладкий, горкий». Ну, говорит, одно условие там. Главное, и каждый человек для себя выбирает, кто соленый, кто горкий, кто склонен к перцу. А там, говорит, одно условие, что яд нельзя. Значит, вахабизма нельзя. Махачкалинский филиал фонда «Инсан» подвел итоги своей работы за 2023 год. На мероприятие собрались руководители филиалов, благотворители организаций, а также меценаты. Помимо обсуждения результатов деятельности, собравшиеся говорили и о планах на будущее. Продолжение темы сюжет Тамары Самедовой. Проекты «Я, опекун», «Собери детей в школу», «Мясо в каждый дом» – это далеко не полный список акций столичного фонда. Только в этом году в рамках данных инициатив была оказана помощь более 700 детям. Данное мероприятие является итоговым. Мы подводим итоги за 2023 год по всем направлениям фонда. И, конечно же, хотели бы отметить меценатов фонда «Инсан», волонтеров фонда «Инсан», а также работников фонда «Инсан» за то, что они в течение 2023 года были рядом с нами, помогали нам, оказывали нам всегда помощь. И основная цель данного мероприятия – это подвести итоги и поблагодарить людей. У нас появился новый формат работы. У нас есть цифры, которые вы видели. Поэтому все лавры подсчета нашим сотрудникам Махачкалинского офиса и, в том числе, конечно, нашему руководителю Мураду. Среди тех, кому «Инсан» протянул руку помощи, оказался и Рамазан. С 2018 года он находится на попечении фонда. В год и три месяца врачи диагностировали у него ДЦП. И до шести лет он не мог ни ходить, ни говорить и практически не реагировал на внешний мир. Сейчас Рамазану 10. Благодаря многочисленным операциям и курсам реабилитации мальчик все понимает и запоминает. И уже начал самостоятельно ходить. В пяти годах мы поехали в Питер, прооперировались и прошли хорошую реабилитацию благодаря «Инсану», фонду «Инсан». И после этого уже у меня мальчик начал ходить. Безмерно благодарна фонду «Инсан» за ту помощь, которую они нам предоставляют. Если бы не фонд «Инсан», не знаю даже, как бы я справилась. Помогли сотрудники фонда осуществить и еще одно давнее желание Рамазана. Совместно с работниками управления молодежной политики мэрии столицы они выстроили Рамазану и его маме приятный сюрприз, устроив им полет на самолете с парашютистами. И пусть сам он пока совершить прыжок не может, но посмотреть, как это делать профессионалу удалось. Мы с фондом «Инсан» в этом году, в текущем году провели 4 мероприятия совместных. Они были три из них, которые были масштабные. Одно из мероприятий, например, очень прошло интересное, это был у нас велозабег масштабный, где фонд «Инсан» предоставил штатулку и желание. Там где-то 10 штатулок было, в том числе и яхтинное участие. Мне вот тут, например, досталось желание ребенка, который мечтал полететь на самолете и прыгнуть с парашюта. Ну, прыгнуть с парашюта, конечно, еще нельзя было. Мы организовали, чтобы он увидел этот полет, именно как люди прыгают с парашюта. Он с матерью полетел на самолете. И уже как-то у нас получилось, мы оправдываем ребенка и его мать. Спасибо, конечно, фонду «Инсан» тоже. Всего за прошедший год столичному отделению фонда удалось собрать десятки миллионов рублей. Работа благотворительной не ограничивается Дагестаном и Россией. Она приобрела и международный характер. Так была оказана помощь пострадавшим во время землетрясения в Турции, Марокко, Афганистане. Не остался в стороне «Инсан» и в деле поддержки братской Палестины. Также мы не можем оставить незатронутым тот факт, что наши горожане, махачкалинцы, участвовали во всех сборах, касаемых землетрясений в Турции, в Афганистане, в Марокко. Также в сборах участвовали наши махачкалинцы через приложение фонда «Инсан» оказывали помощь палестинцам, за что я хочу поблагодарить каждого волонтера, каждого работника, каждого мецената, каждого жителя города Махачкалы за их активное участие в наших мероприятиях. На мероприятии выступили и известные исполнители нашидов. Гостям также показали видеоролики про ежедневную работу благотворительного фонда, а среди сотрудников разыграли и путевку на Малыхадж-Умра. Тамара Сомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Битва в Донбай завершилась победой дагестанских бойцов. Наши спортсмены показали лучший результат на традиционном всероссийском турнире по греппингу и панкрециону в Карачаево-Черкесии. В сборной республике под руководством Бадави Гасанова собрало большой урожай медалей в обеих дисциплинах. В общей сложности завоевано 68 медалей. 33 из них – высшие пробы. Также в активе команды – 18 серебряных и 17 бронзовых наград. К соревнованиям бойцов также готовили наставники Шамиль Магомедов, Курбан Гусейнов, Осман Гаджимусаев, Фарид Шахмурадов, Камиль Абдурахманов и Абдулла Гайдаров. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго, хороших вам новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok